Всем привет! Меня зовут Асан Курмангужин. Я являюсь автором и ведущим подкаста АсанТокс, где я разговариваю с людьми, которые меня вдохновляют в своем деле. В подкасте я стараюсь понять, как они преуспели в своем ремесле и через их истории, принципы и идеи подчеркнуть для себя инструменты, которые могут улучшить мою жизнь, а, возможно, могут улучшить и вашу. Последние пять лет я возглавлял компанию Сбермаркет в роли генерального директора. Сейчас остаюсь сооснователем компании и помогаю команде в ее развитии. При этом создал свою компанию ALD, в которой я помогаю предпринимателям SEO масштабировать свои бизнесы как раз из маленьких организаций в компании, которые могут иметь шанс сделать более 100 миллиардов оборота, как это получилось сделать в Сбермаркет. Сегодня у меня в гостях Ростислав Павлов, хирург-онколог, генеральный директор компании «Мой медицинский центр высокие технологии». Ростислав – выпускник высшей школы онкологии и городского университета. Также Ростислав – победитель Forbes 30D30 в номинации «Наука и технологии». Ростислав ежегодно проводит более 500 успешных операций и при этом является сооснователем ряда проектов, направленных на образование молодого поколения врачей в России. Мне очень интересно сегодня пообщаться с Ростиславом, потому что Ростислав для меня ведущий представитель поколения лидеров в медицине в России, который не только спасает жизни людей, но еще и меняет систему вокруг себя, так как он является лидером своих отделов и организаций, в которых он работает. Также для меня личный сегодня вызов, потому что это первый гость за плюс-минус 10 подкастов, которые я уже записал, с которым я не общался до сегодняшнего дня. И это для меня новый гость, так еще и в новой для меня теме медицине, потому что все предыдущие подкасты были сфокусированы именно чисто на бизнесовой составляющей. Ну и отдельно мне очень интересно узнать, как правильно следить за своим здоровьем, и точно я сегодня поспрашиваю про эту часть у Ростислава. Друзья, очень вас прошу, подпишитесь на мой канал в YouTube или том месте, том ресурсе, на котором вы слушаете сегодня мой подкаст. У меня есть мечта, мне бы хотелось раскрутить наш с вами подкаст до такого масштаба, чтобы любой русскоговорящий гость хотел бы выступить на нем. Но вы мне безумно поможете, если подпишетесь, а особенно будете оставлять комментарии, потому что чем будут активнее слушатели, тем больше будут круче русскоговорящие наши гости приходить, и я смогу реализовать свою мечту, позвать Валерия Георгиевича Карпина, позвать условно, опять же, вот любого гостя, который ко мне придет в голову, а где-то я буду очень рад и вашему совету, кого позвать. Поэтому подписывайтесь, буду вам безумно благодарен. Ростислав, привет! Привет, Асан! Здорово! Слушай, первый вопрос, расскажи, как решил стать врачом. С самого детства у меня, ну, у меня папа доктор, и с самого детства я всегда слушал истории на ночь, как столкнулись два трамвая. Он у меня работал анестезиологом, работает на сей день, и рассказывал, как он приходил с дежурства, и привозили ему дядь, теть, которые попали в ДТП, и рассказывал там, одному дяде прищемил пальчик, второму дяде прищемил ручку, папа прошел в операционную, сделал ему наркоз, и как-то у меня в голове это все отложилось. Потом случился период становления, это где-то 5-7 лет, когда начался период лечения всех животных, которые ты видишь. То есть ты видел там кошечек, собачек, тебе хотелось лечить, смотреть. И я был погружен в эту среду, потому что папа много работал, и я ходил время от времени в клинику. И видел, как врачи в белых халатах так просто ходили, особенно в хирургических костюмах, ходили по коридорам, на них все смотрели пациенты, смотрели родственники. И мне казалось, что это какой-то уровень супермена, суперчеловека, который спасает жизни и вообще находится в стратосфере. К 9 годам я понял, что я не выпускаю паутину, у меня нет суперранца, я не умею исчезать, что нужно что-то делать. И как-то у меня пошла история, связанная с медициной. Мне нравилась очень биология, химия. Но параллельно я занимался больными танцами. Я мастер спорта по больным танцам. У меня достаточно неплохо шла карьера. Я выступал много на международных турнирах. И к 9 классу у меня уже стал серьезный вопрос в принятии решения или двигаться по карьерной лестнице в танцевальной, зарабатывать много денег, танцевать с симпатичными девчонками, ездить по заграницам, жить как настоящий рокфеллер. Или все-таки выбрать зарплату в 3000 рублей, ходить в одних джинсах 10 лет, но спасать человечество. Ну, конечно, я выбрал вариант «Б». Думаю, зачем? Деньги – это грязь. А ты реально сам принимал решение? Да, конечно. И сколько тебе лет было, когда ты взвешивал? Я первый раз пошел в операционную в 12 лет. Я пришел в операционную, попросил папу сходить. Все, кто шли мимо меня, они знали меня, потому что я ребенок полка. И все говорили о том, что, Ростислав, ты обязательно потеряешь сознание. Ну, я шел с этой мыслью, зашел в операционную. Еще ничего не началось. Только привезли пациента. Ничего вообще не было. И я потерял сознание прямо в операционной. Меня быстренько от папы и его ассистенты откачали. И потом я отстоял всю операцию в операционной, посмотрел, увидел. И понял, что это то, чем хочется заниматься. Ну, где-то там к 14 годам я уже поступил в медицинский лицей. Выиграл всевозможные биологические и химические олимпиады. И дальше начал уже учиться в медицинском лицее, где было углубленное изучение биологии, химии, физики. Там медицинских наук, связанных там с анатомией. Где-то биофизика, биохимия. И потом я поступил в мединститут. Ну, и понял, что это очень-очень интересно. Потому что первые два года ты вообще не спишь, не ешь. Ты занимаешься только учебой. Много всякого нового языка. Латинский, греческий тебе нужно переводить на... Да, конечно, у тебя два года латинского языка. Ты учишь латинский язык. Как переводить те или иные органы, кости, сухожилия, нервы, сосуды. Потому что у них есть русское название, есть английское название, есть латинское название. И латинский язык является международным языком для врачей. Мы на нем условно общаемся. И общаемся между коллегами, чтобы иногда пациент не испытывал какой-то дискомфорт в том, что мы обсуждаем. Поэтому перешли на латинский, такой латинский язык. Все все понимают. Пациенту комфортно, потому что он не понимает и он не боится этого процесса. Ну и с третьего курса я начал работать санитаром, младшим медбратом в оперблоке. С третьего курса я начал ходить и оперировать в ветеринарной клинике. И там уже в последующих годах я оперировал 500 плюс животных в год. Разные степени сложности. Собаки, кошки, хомяки, крысы, мыши-палевки. Для меня это было никаких проблем. Я оперировал много там животных, которые мне привозили с разными проблемами. Например, собаку потрепал кабан на охоте. То есть кабан поднял, приходит там зашивать собаку. Там выполнял кесарево сечение, там овчарки одного из руководителей мединститута, в котором я учился. После этого у меня достаточно хорошо пошла стабильная, отличная учеба. Хотя я так учился хорошо, но после этого я стал совсем смелым. Потому что утром на ректорате он пришел. Он не выспался. Ну, чтобы ты просто понимал, это очень уважаемый человек. Первой линейки руководства университета. Мне позвонил там близкий товарищ. Говорит, надо прокисарить срочно собаку. Приезжай, мы ночью прокисарили. Он всю ночь стоял рядом с кутятами, с его женой. Он утром на ректорат пришел, естественно, не выспавшись. Все такие, что случилось? Говорит, вы знаете, у меня там ночью спасли кутят моей любимой собаки. И это был там Павлов. И после этого я приходил на кафедры. Если где-то я не мог хорошо готовиться. Не на всех кафедрах я был там на 5 с плюсом учился. Я говорил, ставьте. Они говорят, Павлов, ну тройка. Говорю, пятерка. А они говорят, нет, тройка. Говорю, нет, пятерка. Ты что такой дерзкий? Я говорю, вы знаете, вы можете поставить любую оценку. Вам все равно придется ее переписать на 5. Поэтому давайте, чтобы у нас не было сразу недопониманий. Мы сделаем сразу как надо, а потом уже... Ну ты, ты, ты. Я думаю, что в Гарварде так не работало, правильно? В Гарварде так не то, что не работало. Гарвард... Я поступил в Гарвард со второго или с третьего раза. Первый раз, да, с третьего даже. Первый раз я отправил анкету, документы, просто заявку. Мне сказали, спасибо большое, пробуйте еще. В следующий раз я на следующий поток, там был добор. Я отправил, дошел до собеседования. Мне сказали, товарищ, неплохо, но нет, ты не имеешь руководящего опыта. Я написал, я готов заплатить любые деньги. Пожалуйста, возьмите меня хоть там на заднюю парту. Пожалуйста, пожалуйста. Мне сказали, спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию. До новых встреч. И третий раз я уже прошел там собеседование, тесты, эссе, рекомендательные письма. Пока поступишь на платную программу, управленческую программу в Гарвард, это еще то удовольствие. Как в Гарварде ты отучился? Что интересного? Ну, в Гарварде отучился очень хорошо. Это первый университет, который на первом занятии мне сказал, что если вы не будете учиться на пятерке или на четверке, то мы вам дадим справку о том, что вы проходили курсы в Гарварде. А это по факту волчий билет, который нужно везде прятать. И проблема в том, что у тебя твой номер, который Аламни тебе прикрепляют, будет синхронизироваться с той волчьей справкой, что ты не закончил или тебя выгнали из Гарварда. То есть тут такая история. На дурака не просидишь. Я поступил туда в 2019 году. И как раз перед пандемией я уже готовился улетать в Бостон. И думаю, случился ковид, и мы перешли в онлайн. И мой учитель из Америки, Вадим Гущин, сказал, что Ростислав, готовься, Гарвард онлайн это гораздо хуже, чем Гарвард офлайн. Ну, я улыбнулся, думаю, ну что там онлайн сел, выключил камеру, сиди там себе слушай и отвечай на тесты. На самом деле я очень сильно ошибался, потому что тебя преподаватели держат 24 на 7 в фокусе, кидают по мини-группам по 3-4 человека, ты обсуждаешь постоянно темы, тебя возвращают в общий зал, ни на секунду ты не можешь расслабиться. И если ты там, например, выключил камеру на общем фоне, это еще ок, но если ты выключил камеру в маленькой группе, то маленькая группа обязана сказать преподавателю, что ты не участвовал в обсуждении, в дискуссии, тебе нужно будет потом пересдать этот модуль. Как пересдается модуль в Гарварде? Ты пишешь эссе на каждую из темы презентаций о том, что хотел сказать преподаватель, что ты для себя получил из важного, и пройти дополнительно тесты. Поэтому я один раз там пропустил короткий модуль, который был у меня сейчас ночью до трех часов утра, потому что учеба у тебя по бостонскому времени. Да, да. Начинаешь в Москве от 3 часа дня, ты начинаешь учиться и заканчиваешь в 3 часа ночи, потому что у тебя... Как бы так, да. А сколько у тебя там типа спринтами по 2 недели условно? Типа 2 недели. Спринтами где-то по полтора месяца, по 4 дня у тебя модуль, раз в полтора месяца, и в промежутке у тебя еще есть дополнительное задание, которое тебе дают, посмотри видео, почитай книжки, почитай статьи. И почитай статьи, это прям must have, потому что если ты не прочитал статью, то ты не сможешь быть готовым к следующему модулю. То есть там не то, что там как у нас в детстве давали литературу на лето, почитайте, подготовьтесь, здесь прям то, что ты прочитал, тебя спросят. И достаточно глубоко. Слушай, а класс 90 человек, я правильно понимаю? Да, класс 90 человек, но там он был, должен был распределиться по половинке. То есть они всегда закладывают 110, 115, вот где-то так, потому что около 20% срезают во время учебы. Или за неуспеваемость, или за непосещение, или за неуплату, но чаще всего за неуспеваемость и за непосещение. Оплату тебе не возвращают, никого там не интересует. Ты в Гарварде, это университет номер один, будь любезен, соответствуй. Какой любимый предмет у тебя был? Ой, у меня из любимых предметов это был риск менеджмент в здравоохранении и лидершип инди-серджикал тим. То есть это вот эти лидерские истории в хирургических командах, потому что мы очень много обсуждали вопросы выгорания хирургических команд, вопросы, например, гендерного равенства. Очень важная история, потому что там в госпиталях, в руководящих позициях чаще всего находятся мужчины, а женщины в меньшей степени. Плюс у нас появилось понятие, как оно, которое еще не определилось, и нужно правильно работать и с этим пулом твоих работников. И бывает так, что они очень талантливые. Круто. Ну, то есть у меня там не знаю, кто она, оно из университетской клиники в Калифорнии, то есть she dropped he, и просила обращаться как и, потому что руководитель одного из там кардиоцентров еще не определился все-таки он это или она. Я на самом деле почему спрашиваю, я же учился в Гарварде два года, вот, с 12 по 14 я проходил, ну, то есть ты медицинский, я бизнес, бизнес-школу, и я два года прожил прямо на кампусе, там он немножко на, на это, он через, 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 через мост, через дорогу, вот, поэтому, поэтому очень интересно, потому что механики, мне кажется, они, ну, схожие, то есть у нас класс был 90 человек, вот, вообще класс огромный, типа 900 человек, тебя делят на 10 секций, да, 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 и потом у тебя, потом у тебя там 10, 10 курсов в первом году, 10 курсов во втором, вот, и, ну, конечно, крутые года, вот, я сейчас думаю, так как я сейчас с предпринимательства ушел, я сейчас думаю именно Стэнфорд, собственно, подать, вот, поэтому посмотрим, что из этого выйдет, слушай, ну, ты прям доволен, то есть, тебя прям поменяло мышление, то есть, ты прям чувствуешь, что ты продвинулся, ну, то есть, вот даже не с точки зрения именно скиллов, а скорее вот даже ментально, ну, типа, ты просто насмотренность твоя выросла. да, да, я больше продвинулся ментально, и сейчас я больше стал уделять внимание critical thinking, то есть, вопросам критического мышления принятия решения, потому что у нас, в СНГ, этому не учат, а в медицине это один из важнейших факторов критически подумать о той или иной ситуации, посмотреть на нее с другой стороны, вот, например, ЧАД-ГПТ сейчас появился же, наш знаменитый, и ему можно задавать вопросы по, например, по медицине, мы тестировали его, у пациента есть проблема, связанная с повышением, там, уровня С реактивного белка, лейкоциты, была операция, такая-то, такая-то, вот, и ЧАД-ГПТ четко отвечает, нужно сделать раз, два, три, четыре обследований, принять решение в том, в том, в том направлении, и обязательно обратиться к доктору, потому что я не являюсь экспертом в области медицины, вот, ЧАД-ГПТ пока не может критически мыслить, потому что он, например, упускает вопросы, связанные с ковидом, с инфекцией, которая могла быть, там, дополнительной, или какой-то фактор, который нужно доктору подумать, посмотрев на там, ряд обстоятельств, которые могут быть у родных, там, проанализировать их, там, родословную, и в связи с этим может развиться то или иное неприятное осложнение. Поэтому я стимулирую, critical thinking, это прям очень крутая история, и в Гарварде мы это обсуждали, смотрели на, на примере очень многих медицинских изделий, к примеру. Вот ты знаешь такую липкую заклейку, как она в джинсах, она используется в кроссовках, вот так вот раз, так, ну так. Слушай, не очень знаю, но расскажи. Да, ну, липучка, обычная липучка на кроссовках, которые, ты заклеиваешь ее, и там маленькие такие крючки у тебя есть, то есть, как она вообще произошла, наш свет, как ее изобрели. Изобрели ее следующим образом. Один ученый взял репейник и посмотрел его под микроскопом, и таким образом увидел эти крючки и запатентовал эту липучку, которая теперь используется во всем мире. То же самое в медицине. Много, например, клеевых субстанций для того, чтобы заклеивать сосуды во время операции, были придуманы за счет природы. То есть, есть ряд растений, которые имеют эту клейкую субстанцию, ее посмотрели состав, сделали безопасным для, биологически безопасным для человека и внедрили в хирургию. И таких очень много примеров. Потому что лидеру нужно, и руководителю, нужно постоянно вдохновлять инспайер, постоянно инспайер, и чтобы твои сотрудники были, знаешь, как нам, постоянно engaged and motivated в проекты. Слушай, интересно, что ты эту историю рассказал, потому что, кстати, реально очень много общего, потому что я помню тоже в бизнес-школе был кейс тоже из природы про то, как лидерство работает. Что у тебя есть кейс, когда у тебя есть 10 обезьянок, и условно там типа первые, ну короче, первые 10, если они касаются там определенной корзины, в которой там условно бананы, то их бьет током. И потом их по одной заменяют, и в какой-то момент там ни одной не становятся обезьяны, которая хотя бы хоть раз касалась этой корзины, но ни одна из них не подходит, потому что, ну то есть никто из них даже не пробовал. Всех вот этих, ну кто знал и передавал это знание, условно, ну другим, и говорил, не трогай, они ушли. И вот эта вот тема, кстати, культуры, что по факту, ну то есть культура, это вот, ну это просто даже какие-то принципы, которые действуют. Ты сказал, что оперировал по 500, собственно, операций именно животных, а какой именно скилл ты нарабатывал? То есть анатомия, она ведь, наверное, сильно отличается, то есть скорее ты отрабатывал тему связанную, что там, ты берешь ответственность, ты не боишься крови, ты не боишься там, условной там, смерти, ну собственно, животных, пациентов и так далее. Вот какие там скиллы отрабатываются? Ну на самом деле я крови до сих пор боюсь, поэтому я стараюсь оперировать бескровно, поэтому у меня, я всегда захожу в операционную, говорю, товарищи, сегодня мы оперируем, пожалуйста, бескровно, я боюсь крови, поэтому давайте сегодня аккуратненько все сделаем и удаляем полорганизма человека и делаем все в порядке, чтобы он дальше функционировал. Включаю, конечно же, музыку, потому что я оперирую, я люблю оперировать под музыку, все знают уже плейлисты, и у нас было правило, что кто оперирующий хирург, тот подходит, включает или Алису, или колоночку свой плейлист, ну и все под это подстраиваются. По поводу животных, что я нарабатывал? В первую очередь я нарабатывал отношения, отношения к пациенту, потому что животное тебе не может пожаловаться, что ему больно или не больно, и мои учителя, которые способствовали этим операциям, говорили о том, что ты не можешь перейти условно оперировать человека, пока не научишься оперировать качественно и хорошо животных. Это и в эксперименте, и в планном порядке. Есть такое выражение, там, учиться на кошечках, на самом деле это очень важная история, потому что ты вырабатываешь, во-первых, а, хирургические свои навыки, чтобы ты не отрабатывал эти навыки на человеке, ты можешь это отрабатывать в эксперименте. Я, например, объездил половин, пол Европы и оперировал там мини-пигов, то есть специальные лабораторные свиньи, у которых анатомия очень похожа на человеческую анатомию, они специально сделаны для экспериментов, для хирургов, чтобы они отрабатывали свои навыки, что хирургам, хирурга от бога нет, их не существует, ни врачей от богов, ни хирургов от богов, то есть это просто монотонная десятитысячная часовая работа над собой, ты оперируешь, вяжешь узлы, оперируешь, вяжешь узлы, учишь анатомию, я пошел по пути, что я начал оперировать животных, животных оперировать гораздо проще, чем человека, но и в другую очередь интереснее, потому что животное тебе не скажет, что у него болит, это тебе нужно понимать, тебе нужно за ним следить, тебе нужно за ним ухаживать, и когда они выздоравливают, то получаешь очень хороший результат, ну и плюс иммунная система и у них очень развита, и они, назовем так, прощают иногда хирургические неточности, когда ты там зашиваешь не так красиво, как нужно по первой, у них все равно это заживает, потому что заживает как на собаке, это тоже выражение, которое достаточно активно придумано, не просто так, с воздуха, действительно, у собак и кошек, у крыс, регенерация очень хорошая, и они заживают очень хорошо, и чувствуют себя тоже очень хорошо. А расскажи, вот в одном из интервью, когда я готовился, я слышал то, что ты говорил, что первые годы учебы достаточно сложно даются, и вот у меня есть просто ребята, которые учились в МФТИ, в МИХМАТе и так далее, и они рассказывали, что там первые два года у тебя, ну, какая-то часть там либо сходит с ума, ну, вот прям реально люди прям сходят с ума, либо они, ну, да, кто-то, кто-то прям заканчивает жизнь самоубийством, вот реально, то есть у тебя нагрузка настолько высокая в медицинской части, что, ну, то есть это вот тоже такая динамика происходит, и второй вопрос, догонку к этому, а как ты думаешь, с чем связано, то есть вот зачем нужна такая нагрузка прям с самого начала? От 20 до 30 процентов с первого года Министитута отчисляются студенты, потому что они не выдерживают ни психологически, ни материально, ни морально, ни физически такое давление. Для чего это нужно? Мы работаем с жизнями пациентов, мы не имеем права быть немножко недоученными в вопросах медицины, например, в Америке частота суицидов у резидентов, это уже выпускников, которые пошли работать, достигала каких-то колоссальных показателей, и после того, как им, у них была неделя, по-моему, около 100-часовая неделя рабочая, и им уменьшили до 80, все равно из-за усталости, из-за перегрузки, потому что ты постоянно видишь проблемы со здоровьем, как ни крути, процесс выгорания тут тоже присутствует, потому что ты перекладываешь на себя, пациенты имеют свойство умирать, и это тоже всегда начинается легкое самобичевание с поиском причины смерти, и первое, с чего ты начинаешь, это ты винить начинаешь себя, ты думаешь, я не до конца выучил, я не знал ту или иную ситуацию, я не проконтролировал те показатели, потому что ретроспективно все очень умные, и все все знают, как нужно было делать, но в моменте всегда доктор принимает решения, которые считают правильными, и которые принимаются на основании его знаний, умений, навыков, и какого-то опыта, и эти решения не всегда бывают, к сожалению, правильными, и связаны это с тем, что или сопутствующие проблемы у пациента, который доктор не до конца понял, или у него не было времени понять эту проблему, или это связано с тем, что действительно ситуацию, которую доктор не смог проконтролировать, потому что процесс человеческого фактора, он присутствует, и к сожалению, доктора тоже делают ошибки, частота ошибок, например, в Америке просто лучшая статистика, то есть там три из десяти хирургов в своей жизни неправильно выбирали сторону операции, то есть, чтобы ты просто понимал, это место левой почки оперировали правую почку у пациента, или место левой молочной железы оперировали правую молочную железу, то есть парные органы, парные конечности, и они просто из-за нагрузки и усталости теряли концентрацию и могли прооперировать не ту сторону, это есть целая ассоциация, вот, поэтому не все выдерживают эту нагрузку, и, например, в Америке в medical school поступают уже там после 24-25 лет, чтобы уже более осознанные, более понимающие люди, не так, как у нас там в 20 лет ты пошел в медиститут. То есть, по факту ты говоришь, что у тебя нагрузка, она осознанно настолько идет, как раз, чтобы тебя подготовить, то, что реальность будет еще жестче, потому что условно, там здесь ты можешь условно тройку или двойку получить, это влияет на твою самооценку, а тут человек умирает, а если ты еще от недосыпа за 90 часов правда перепутал почку, и на человека это сильно влияет на его здоровье, не дай бог смерть, так еще и, наверное, стыд, который у тебя идет от коллег, ну, то есть, ты чувствуешь стыд и так далее, слушай, а как мы прям сразу в глубину копнули, а вот как на уровне индивидуально, вот ты как сам с этим работаешь, ты упоминал сейчас музыку, ты упоминал, меня там сильно восхитила тема с психологом, который у вас, собственно, в отделении работает, вот как ты с этим работаешь, и как ты, как лидер с этим работаешь, вот на уровне системы, которую ты хочешь построить, чтобы, ну, то есть, не на индивидуального врача, чтобы он там сам придумывал или она, а именно вот как лидер, то есть, вот два вопроса, ты индивидуально и ты как лидер. Давай я начну, я как лидер, у нас в Гарварде был целый модуль связанный с выгоранием, мы обсуждали о том, как мотивировать команду, как их подбадривать, потому что главное отличие, там, лидера от руководителя, у руководителя есть подчиненные, у лидера есть фолловеры, инфлюенсеры, и у нас, нас кинули в группу, в четыре человека, я попал в группу с одним там директором хирургического департамента из Кливленда, которая топ-3 клиника, по-моему, в мире, типа там, Болстон, Кливленд, да, да, она в тройку, она в тройку входит прям мировых лидеров, и я там с шефом Кливленда, одним из шефов Кинс Хоспитал в Лондоне, и с парнем тоже, он руководит какой-то там службой в Польше, в Варшаве, ну и спрашиваем, начинаем мы по кругу, я сижу последний, получается, по Зуму, ну и там спрашиваем у Джеффри, он в Кливленде, Джеффри, как у тебя дела? Говорит, у нас все плохо, у нас есть целый департамент, который занимается выгоранием, у отделения мы занимаемся, ходим психологом, занимаются всякие всякие интертейменты, связанные с проведением разных и консультативной помощи, и групповой работы, но в целом у нас все выгорают, мы знаем эту проблему, поэтому все плохо, мы работаем, и говорю, ну как дела у Кинс Хоспитал, у нас тоже все плохо, у нас есть тоже департамент, который занимается выгоранием, и у департамента есть там специалисты, которые приходят, с тобой обсуждают, если у тебя есть проблемы с сотрудником, с кем-то в команде, ты идешь к психологу, договариваешься о том, что произошло, и дальше работаете, если там случаются проблемы с пациентами, ты идешь тоже обсуждаешь проблему с психологом, возвращаешься в нормальное русло и дальше работаешь, ну тут поляк, я думаю, ну поляк-то, наверное, что-то у него получше будет, ситуация поближе, чем к нам, говорю, ну у тебя как, у нас тоже все плохо, у нас есть отделение психологов, которые занимаются, но есть большая проблема, никто туда не ходит, но все выгорают, вся такая же ситуация, ну и спрашивают, как у тебя там в России, говорю, у нас все вообще отлично, в смысле, у нас не выгорают, вот, и они, конечно, так все улыбнулись, но на самом деле это сильно меня сподвигло поменять систему, и я внедрил первый в клинике у нас штатного психолога, что такое штатный психолог, у каждого сотрудника есть две сессии в месяц с ним общения, то есть обязательно в порядке ты приходишь к Паше и с Пашей разговариваешь, обязательно, то есть это обязательно, да, то есть это не опционально, нет, нет, это обязательно с Пашей, я первый месяц попросил обязательно это сделать, потом все пошло уже самостоятельно и не нужно было даже никого просить, Паша наладил, Паша психолог наш, Паша вначале с каждым пообщался, посмотрел, что, как, у какого, какие проблемы с врачами и с ординаторами, что немаловажно, то есть это ординаторы, ученики, которые к нам приходят на два года, с ними Паша тоже работает, плюс медсестры обязательно, то есть потому что медсестры работают с врачами и Паша мне, в принципе, подсвечивал, какие есть проблемы, сложности, на которые я могу влиять как лидер и аккуратно их там подкручивать, чтобы все было хорошо и работал отлично, и третье, то, что Паша делал, это общение с пациентами, то есть сложный пациент, например, там тяжелый разговор, осложнение, там умирающий пациент, Паша всегда шел с доктором, общался и оставался с пациентом, помогал ему, давал такую психологическую помощь, поддержку и направлял в нужное русло с точки зрения там лечения или дальнейшего наблюдения. И за, ну вот я, я в клинике Пирогова сейчас уже не работаю, сколько я, больше полугода, но за те полтора года, который был Паша, и он сейчас остается, работает, у нас прям очень хорошо наладился эмоциональный микроклимат. Не было криков, не было воплей, все всегда знали, что если есть какие-то проблемы, можно пойти к Паше поплакаться. Паша всегда всех выслушает, поддержит, там погладит, вот прям у руководителей моих направлений прям счастливы, довольны были, что к нему не ходят сотрудники плакать и рассказывают о своих проблемах. Для этого есть специально обученный человек Паша, который прям идеально все делал. В клинике на меня так с улыбкой относились, потому что все там инновации, особенно такого характера, воспринимаются с определенным скептицизмом, но прошел год и ко мне начали приходить другие руководители других направлений, говорили и говорить Ростислав, дай нам Пашу на месяцок. У нас медсестры с врачами друг друга на три буквы посылают, пациенты жалуются, короче, вообще полный раздрай, ничего не работает, кулак железный не работает, нужен Паша. И Паша параллельно работая в отделении, ходил в другие отделения и таким образом налаживал классные коммуникативные связи и такую эмоциональную стабильность, эмоциональную безопасность. А ты сам с Пашей занимался и вот насколько тебе самому это помогало или помогает? Мы с Пашей договорились, что я с ним не буду заниматься, потому что я как лидер с ним работал, он был моим условно инструментом в управлении персонала и помощи персонала в эмоциональной безопасности. Он мне сразу сказал о том, что я не смогу с тобой нормально заниматься, работать, потому что тебе нужен отдельный психолог не аффилирован с клиникой. Потому что я аффилирован и я знаю и эту информацию могу неправильно использовать и интерпретировать. Потому что нам нужно с тобой быть в партнерских отношениях и мы в таких партнерских отношениях с ним оставались. Я ему за это очень благодарен. Хотя были моменты, когда я Пашку прям дергал, говорил, Паш, надо поговорить, что-то я прям меня так уводят в пике. Такие тоже ситуации были. Ну, редко. Вот. И потом Паша смотрел, кому-то два раза нужно, кому-то один. Кому-то, например, не нужно было общаться с Пашей. Паша говорит, как бы все, лучше я там четыре раза встречусь с другим человеком, чем там буду забирать. дальше уже по потребностям, по потребностям. А ты сам взял себе вот кого-то из коллег Паши? Или... У меня есть свой условный психолог, к которому я там обращаюсь, когда мне нужно порефлексировать, когда нужно так немножко помыслить, помечтать. Человек, просто все мои мысли, идеи останутся вместе с ним, он их переварит и оставит с собой. Я спасаюсь от выгорания следующими способами. Это спорт. Я играю в большой теннис и я бегаю. Большой теннис у меня сейчас три раза в неделю, два раза ранним утром перед работой и в воскресенье с ребятами. И плюс бег, то есть я там стараюсь 20-30 километров в недельку пробегать, если не добегают, то на велике в деревне у себя и таким образом очень спасают. И важнейший фактор профилактики выгорания это семья. Потому что семья для меня это фундамент моего успеха, карьеры, жизни и вообще понимания мира. У меня великолепнейшая жена любимая, у меня двое великолепных детей, которые просто снимают все напряжение. У меня семья сейчас это двое детей, у меня есть старший ребенок от первого брака. Расскажи про день отца воскресенье. Как проводишь? Как он начинается? Что делаешь? У тебя будут дети или ты их будешь? Что происходит? День отца у нас это выходной день. Иногда он бывает это воскресенье, иногда это бывает половинка субботы, половинка воскресенья. Я всегда их бужу, потому что они будили меня в своем детстве. возвращаешь должок. конечно. Да, и я дочку там 8.30 я рано просыпаюсь всегда, я 8.35 говорю, ой, я говорю, доченька, подъем, подъем, доченька, ты спишь? Она, папочка, я еще хочу спать. Ой, ночи нету, все, ночь закончилась. Она у меня всегда в 6 утра там, папочка, ночь, все, закончилась. Доченька, ночь закончилась, все, все, доченька, закончилась ночь. На папочка, ну, еще часик, говорю, доченька, часик нельзя, все, подъем. Мы готовим всегда утренние завтраки, на выходных я всегда готовлю это или какую-нибудь шакшуку на улице или ну, чаще всего там шакшуку на огне. Мы садимся там, завтракаем и дальше идем или по программе со старшей дочерью мы ходим там у нас или театр или музей или зоопарк, что она у меня такая дама прокачанная в этом вопросе. Мы не показываем мультики, а много читаем. И сейчас ей там два и десять месяцев, то есть почти три года, и она у меня там все книги знает наизусть, знает шахматы, знает английский язык, потому что у нас няня филиппинка. Я приверженец того, что проблема детей, то, что они не понимают английский язык, они мои, я понимаю его. Поэтому, да, и когда у нее был период, что она не хотела с ней разговаривать на английском языке, и меня моя любимая жена говорит, может быть, мы возьмем там русскую няню, я сказал, это проблемы дочки не проблемы твоей. Ты понимаешь английский язык? Понимаю. Я тоже понимаю. Пусть берет и понимает в том числе. И мы видим, как она спускается там по камерам в доме, спускается к няне Жасмин, и начинает с ней коммуницировать на английском языке, там в два своих с копейками, это очень прикольно. А шахматы она знает фигуры, или ты прям... Она знает фигуры, я пока не берусь ее учить играть, потому что профессионально подходить к этому вопросу, чтобы она пошла уже в шахматную школу и там уже учили правильно. Так она у меня занимается плаванием, балетом, гимнастикой, и у нее там детский сад с английским языком дома, потому что мы иногда дома переходим на английский язык, она начинает немножко злиться, но это проблема ее, а не наша. Слушай, два года и три месяца это мощно. А шахматы ты сам играл в детстве или играешь, почему, именно шахматы? Я играл в детстве, ну я играю и играл в детстве, это очень, ну одна из моих любимых игр, потому что научит мозг думать, принимать стратегические решения, потому что в нашей жизни любое действие это шахматная по сути партия, то есть как ты правильно расставишь фигуры, как ты правильно подготовишь там ту или иную стратегию, будет и результат. В жизни точно так же, ты можешь отдать две фигуры, человек подумает, что все, вот он, вот он победа, а в конце поставить мат. я просто в детстве занимался с пяти лет шахматами, у меня второй разряд и я думаю, что это прям сильно, честно, я думаю, что это одна из вообще ключевых, даже не навыков, а вот просто так удачно совпало в 30 метрах от дома в Коньково, это Москва, была секция и родители сказали, ну вот сходи, там мне было тоже где-то пять-шесть лет и я пошел и я прям там остался типа на лет там шесть, наверное, вот, и я прям тоже, я считаю, что это прям сильно разрабатывает навыки структурирования, вот эта тема, как ты работаешь, когда ты зевнул фигуру, а потом ты должен сам себя простить за это и как бы сфокусироваться, чтобы обратно отыграть прям реально сложно. Понятно, а вот день получается как проходит, то есть вы куда-то идете или... Мы всегда или идем или едем, если мы, мы всегда любим завтракать семьей в новых каких-то гастрономических ресторанах, потому что мы фанаты вкусной еды и много посещаем завтраков, на выходных стараемся всегда выезжать, то есть когда мы жили в центре Санкт-Петербурга, мы каждую субботу и каждое воскресенье и завтракали где-то в новом месте. Поэтому как приедешь, у меня целый тур есть по гастро-завтракам, обедам, ужинам, вкуснейшая просто петербургская еда. А сейчас мы меньше, но все равно выезжаем. Потом у нас обязательно, я же говорю, культурный поход, связанный с посещением зоопарка, мы смотрим всех животных, разбираемся в чем отличие бобра от суслика, от куницы, понимаем почему хобо длинный у слона, там какие-то анатомические особенности жирафа, потому что мы с ней разговариваем как со взрослой. Ну а младший пока там изучает английский язык с няней-филиппинкой. Поэтому еще не научился скоммуницировать. А не, ему как раз 3 июня будет год, но очень прикольно то, что он все понимает то же, что она говорит, как... Он тотально на английском языке, и это прям здоровски. И потом мы с ней обязательно там обед тоже вместе, и вечером идем гулять, потому что на площадках, то есть там разные горки, качели, я ей много рассказываю. Она очень любит истории о том, как я спасал людей от рака. Это прям отдельное... Каждый вечер я ей рассказываю помимо там 3-4 книжек, она засыпает со мной всегда. Мы читаем 3-4 сказки на английском, там, на русском, и потом мы выключаем свет, она просит папа, пожалуйста, расскажи, как ты сегодня людей спасал от рака. И я ей пересказываю операции, пересказываю, какие назначения делал. И сейчас мы вышли на новый уровень. Она мне говорит, папа, я поняла, что там с хирургией, а что еще ты делал? Я говорю, давай теперь поговорим про химиотерапию. Теперь у нас новый виток это химиотерапия. Вот, так что я очень надеюсь, что она вырастет к тому моменту, пока я... Мы закончим все виды и тактики лечения от онкологических заболеваний, потому что мне придется учить кардиологию более углубленно, чтобы ей рассказывать, как лечить сердечные проблемы. Давай перейдем именно к работе и мне очень интересно послушать про тебя как лидера с одной стороны и про тебя как хирурга. Вот как ты распределяешь это время, сколько у тебя времени уходит именно на хирургию, сколько времени на управленца и вообще как вот эти две достаточно, мне кажется, все равно разные роли, как ты их себе в голове уживаешь. Суперский вопрос. У каждого доктора наступает момент, когда тебе нужно принимать решение быть управленцем или быть хирургом. И у меня такой момент тоже наступал. И мне там мои учителя говорили о том, что вот сядь, пойди на Финский залив и прими решение, ты управленец или ты хирург. Я пошел на Финский залив со своей женой и говорю, я не могу выбрать. Я хирург или управленец? Мне и то, и то. Это мое. Она говорит, а зачем ты будешь выбирать, если ты можешь взять и соединить в себе и хирурга, и управленца? И я так и поступил. Что касается на сегодняшний день. Сегодня я являюсь SEO одной из огромных клиник, частных клиник в СНГ. Самый, наверное, большой. Эта клиника называется Мой медицинский центр высокие технологии. Мое там юридическое лицо. Вот название клиники, я думаю, в ближайшее время мы его уже, его уже одобрят наши акционеры. Клиника рассчитана на 150 тысяч, на суммарно 150 тысяч квадратных метров. Из них главный корпус это 120 тысяч квадратных метров, в котором соединены все самые современные технологии, которые есть сейчас на рынке медицины. И плюс интегрированы туда искусственный интеллект и дополненная реальность. То есть все, что есть самого современного, я туда имплементирую. И так как клиника у меня открывается только там в четвертом квартале 23 года, сейчас я больше работаю с точки зрения лидера-управленца, то есть выстраиваю все коммуникативные связи, то есть маркетинг, клиентский сервис, закупочные процедуры, связанные с оборудованием. И оно оперирую, я все равно я оперирую, меньше, чем оперировал, чем раньше, но оперирую, поддерживаю свой уровень. То есть я не расту сейчас вверх, но поддерживаю свой стабильный, хороший уровень, чтобы у меня было порядка 50-60 операций в год моих стандартных. Это мне позволит удержать плату до открытия клиники и потом уже, когда откроется клиника, расти вверх. До этого я больше оперировал, порядка 300-400 операций в год, даже иногда больше, и я был больше хирургом, меньше управленцем. Но если ты выстроишь правильно все механизмы, все связи и создашь всю эмоциональную безопасность, то самое важное в управлении клиникой это не мешать людям. Я сейчас очень люблю приводить пример израильской армии, израильской разведки, почему у них все очень эффективно, хорошо построено. Потому что в один прекрасный момент в нужное решение принимается человек самостоятельно. То есть ему не нужно согласовывать с тем, 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 тем. он принял решение, что так будет лучше для его страны, для его бизнеса, для его ситуации. У нас же ситуация совсем другая. То есть у нас происходит процесс кучи согласований, тем самым очень сильно замедляется принятие решения или вообще его не принимается. В предыдущем месте работы-то я убрал это, как бы всю эту лестницу согласований. Я говорю о том, что вы меня просто должны проинформировать, чтобы у нас было одно информационное поле. Это считается ни отчет, ни доклад, ничего. Это просто одно информационное поле, чтобы мы были в нем. Вы должны принимать решения самостоятельно, делать самостоятельно, а мне просто показывать хороший результат. И таким образом мы из года в год вышли на порядок 6 тысяч пациентов в год на маленьком двадцатикоечном отделении. Это большой показатель. В нынешнем моем проекте мне приходится сейчас это все выстраивать шаг за шагом, потому что есть разные уровни согласований, во-вторых, разные уровни сотрудников, которые уже работают, потому что есть молодежь, есть старшие, и вот этот гэп очень большой. А в медицине это сильно чувствуется. Профессора, член-корреспонденты, академики, вот мы там два слетка там ушли, теперь вы должны поклоняться нам, чтобы потом поклонялись вам. Вот я это все стараюсь нивелировать и убрать, потому что это тупиковая ветка развития, на мой взгляд, и на сегодняшний день, если мы не уравняем эту историю и не дадим возможности развиваться молодежи, развиваться даже там, как ни странно, старому там взрослому поколению, которое приходит ко мне и говорит, мы хотим развиваться, супер, отлично, вперед, вот вам парочку молодежи, которая вас будет развивать. И вот мы сейчас это выстраиваем, вот у меня сейчас больше управленческого опыта, управленческих навыков много, которые я получаю, которые я получал в Гарварде в теоретическом формате, я их сейчас внедряю в практику с учетами российских особенностей, потому что, к сожалению, ты не можешь взять все, чему ты научился и перенести в рынок, в котором ты находишься. то есть реально из 100% информации ты, ну дай бог, 20% заберешь и внедришь. И это уже будет большая победа. Но оперировать я все равно не останавливаюсь, и у меня один, иногда два операционных дня в неделю. Я беру там одного, двух, трех пациентов, это или сложные пациенты, или пациенты, за которых просят родственники, знакомые, друзья, высокопоставленные люди, чтобы я их прооперировал и дальше занимался их лечением. Потому что для меня операционные это храм, который я очень люблю, и в котором я отдыхаю. Ну по факту это то, мне кажется, ради чего ты в принципе начинал свою карьеру. И то, 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 это очень интересная штука, что зачастую я просто, я работал последние 12 лет в Якоме, ну собственно создавал доставку, там доставка как раз одежды была, это Ламода, я практически там с самого начала был, потом доставка людей, вот это Гет, и вот последние пять лет доставка продуктов там из маленькой компании удалось вот огромную компанию сделать, но когда меня спрашивают там вот одно из моих достижений, я горжусь вот именно машинками Ламоды Экспресс, которые я руками просто обклеивал по ночам, договаривался о промежуточном складе, собственно, ну короче, вот я все руками делал, я там нанимал первых курьеров, я их мотивировал, чтобы у нас процент выкупа был больше 50%, потому что ты, когда человек, ну собственно, меряет, ты можешь ему там как-то улыбнуться, и там реалистично это влияет, 45%, мы до 55% поднялись выкупы, вот для меня это вот это чувство, когда ты руками делаешь, это в неком смысле ремесло, при этом как бы в роли там условно как бы руководителя Сбермаркет, там как это, в компании, ну там в какой-то момент стало работать там больше двух тысяч людей, 47 тысяч партнеров, но вот это вот ощущение ремесла, мне кажется, оно, оно не заменить, поэтому очень импонирует, при этом, слушай, у меня такой вопрос, ты получается возглавлял отделение ключевое получается в клинике высоких медицинских технологий Пирогова 70 человек, а сейчас ты стал в роли SEO, одной из такой крупных компаний, я так понимаю, большого отделения в рамках этой компании, то есть сейчас у тебя там помимо того, что ты отвечал уже ну как бы за 70 человек и в принципе работающие организации, сейчас ты с нуля выстраиваешь там construction, 700 человек и так далее, расскажи, как вообще этот переход тебе сейчас дается, потому что ну это мега, 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 мега скачок и мега рост с точки зрения ответственности масштаба? Скажу так, непросто, потому что для меня это новая среда и новая история развития, я привык себя всегда чувствовать в операционной, в клинике, а сейчас у меня этой клинике по факту она строится, запускается, у меня нет, и для меня офисная работа это такая история больше с напрягом, чем в любовь, я люблю в поле быть, там постоянно быть на передовой, а сейчас я, пока клиники нет, я нахожусь в офисе, на старте у меня планируется сейчас 700 человек в клинику, на 24-й год это уже 1200-1300, это тот став, который будет начинать запускать проект, суммарно на 25-26 это будет 2500 сотрудников, которые будут оказывать весь топ-пул медицинской помощи, который требуется населению России, СНГ, то есть, что мы будем сильно активно развивать медицинский туризм, имея ряд технологий, которых не будет аналогов в мире. Поэтому сейчас период, который проживаю, очень интересно с точки зрения эмоционально, потому что новый вызов, новая история, новые какие-то лестницы согласований, потому что ты привык, что ты принимаешь решения самостоятельно всегда, от тебя все движется, сейчас это ты вроде бы вырос в лестнице, но с принятием решения стало чуть сложнее, потому что приходится выстраивать по-новому эту всю лестницу взаимодействия. Но ничего, потому что как я говорю, кто, если не я, запустит эту ракету в космос, что я это очень хочу, это одна из моих main goal in my life, как я говорю. Целью моей жизни это было запустить и создать центр, которым будет лечиться пациенты. Я очень там благодарен на самом деле инвесторам и акционерам, которые мне дали эту возможность потому что я, наверное, сам молодой такой руководитель такого крупного объекта и очень радует та история, что ты как один хирург, я всегда привожу пример, почему я учу много молодежи, я как один хирург могу спасти 500 жизней в год. Да, все будут прекрасно прооперируют, все будут счастливы, довольны, моя семья будет крайне обеспечена и есть крайне обеспеченная, все у нас прекрасно, хорошо. Но пять хирургов, которые научатся оперировать, как я, спасут 2500 жизней и они будут транслировать историю в дальнейшем, то есть учить так, как их учили. Вот я сейчас даже смотрю на своем примере, то есть у меня уже есть две линии моих учеников, то есть две линии целых, то есть они учились у меня, которые я, которых я воспитывал, я им давал оперировать, я стоял рядом с ними за спиной, я был помыт в операционной, но я не оперировал, я стоял с ними рядом, потому что если с тобой стоит эксперт в операции, то твои ученики сделают не хуже эту операцию, потому что ты видишь все чекпоинты, которые они выполняют. И я стоял в операционной, у меня вот есть суббота-воскресенье был отцовский день, есть у меня пятница, у меня был всегда день учителя, то есть я старался меньше оперировать, я запускал в операционной своих ребят, и они оперировали параллельно, а я ходил между двумя столами, контролировал, что они делают. И таким образом они очень сильно выросли. И сейчас я ушел с клиники, пришло новое руководство, и новое руководство видит, что молодые ребята, которые учились у меня, оперируют очень хорошо, очень качественно, уже без меня, да, они переживали, они мне звонили первые там разы, говорили, блин, сегодня сложная операция, говорю, спокойно, ты умеешь все, ты знаешь все, я видел, как ты оперируешь, ты сделаешь все отлично, потому что важно, чтобы поставить мою операцию и моих учеников, не было никакой разницы. Это самая главная фишка, что качественное оказание медицинской помощи, качественная операция. и вот я смотрю, как они сейчас учат, точнее, как они учили вторую линию моих там, условно, учеников, которых я там подсказывал им, и как эта вторая линия учеников учит третью линию учеников, то есть они дают им оперировать, они рассказывают, они показывают, и только если случается какая-то ситуация, связанная там с тем, что кто-то пожадничал с хирургией, младшее поколение или старшее, говорят, а что бы на это сказал Ростислав Владимирович, он бы поступил бы так же. И они такие, иди в операционную, оперируй. И меня это сильно дравит и сильно радует, потому что я могу себя доверить каждому из своих учеников, лечь к нему на операционный стол и быть уверен, что они сделают все хорошо. И точно так же своих родных и близких. Я, ты сейчас говорил, две истории вспомнил. Первая, одна из таких очень крутых книг по лидерству, может быть, ты, наверное, я слышал, Джим Коллинз от хорошего к великому, good to great. По-моему, то ли она, то ли другая, где ты помнишь, там был пять тип лидеров и что у тебя, в принципе, все-таки в современном мире все еще есть этот визуал сильного лидера, который первый везде, как бы на всех страницах, кулаком по столу кричит и так далее. Но проблематика такого лидера, что это работает, пока сам лидер жив, ну или там, собственно, он на этом месте находится, а самые крутые лидеры это те, которые, когда они уходят, что вот эти системы, которые они выстроили, они продолжают самовоспроизводиться, работать, создавать, а главное, вот то, что ты самое, мне кажется, важное сказал, это то, что люди сами воспроизводят, то есть, они друг друга начинают, ну, собственно, учить, ты вместе с ними учишься и так далее. поэтому мне кажется, это очень круто. Ты сейчас упомянул про мечту, мог бы ты, вот абстрагируясь, я понимаю даже по твоим уставшим глазам, как это чувствую роль Сева в тебе, потому что я с этой роли ушел в прошлом году и честно, безумно счастлив, и среди, что я тебе это скажу, но я в ней 5 лет прожил, вот, и, конечно, я тебе как-то через глаза теперь понимаю, как бы, что у тебя там сразу тема одновременно в голове, я прошу от суперважных там до самых маленьких, но вот абстрагируясь от этого, вот, как бы ты мечту свою сформулировал профессионально? Создать систему самовоспроизводимую, я вначале хотел хирургическая школа, а теперь я понимаю, что это медицинская школа, в которой будет десятилетиями развиваться и десятилетиями самовоспроизводиться и улучшаться, и стать таким проводником в этом направлении и тем самым улучшить качество оказания медицинской помощи в условиях нашей Российской Федерации, в масштабах всей страны, чтобы все понимали, что есть пример, который можно использовать, который можно брать, который можно тиражировать, и только благодаря этому мы сможем выстроить классные фундаменты, классные клиники с правильными управленцами, которые в первую очередь должны себя позиционировать как вспомогательный персонал для своих врачей, которые помогают им, а доктора уже должны управлять, руководить, там, условно, зарабатывать деньги и лечить пациента. Если бы ты сейчас хочешь по факту повторить вот этот успех, который удалось сделать как раз в клинике высоких медицинских технологий, я слушал твое интервью Forbes 30 under 30, где ты упоминал, что у вас NPS 80, ну, то есть для меня это, ну, то есть у нас, я когда приходил в Инстамарт, было минус 30, и мы смогли дорастить до 70, ну, реально было минус 30, люди не разговаривали друг с другом. Кстати, классный инструмент, ребят, насколько вы посоветуете работу в компании X своим друзьям и близким, 9-10 это промоутеры, 0-6 детракторы, ребят, короче, используйте, вот, и, ну, реально ты, ты говорила, я, конечно, потрясающе был, и то, насколько ты в детали шел с точки зрения, что медсестры ниже, чем, собственно, братья, и что это настолько рабочий инструмент, вот, если бы ты сейчас подумал про этот опыт, и который ты сделал, там, на 70 человек, где ты все-таки мог, там, и ты, наверное, всех по именам плюс-минус знал, ну, как бы твой масштаб, там уже 700 человек, а там дальше ты хочешь двигаться, там уже, ну, больше и больше, вот, из этого опыта, который у тебя сейчас на 70 человек, вот, какие ключевые вещи ты бы сказал, что они позволили сделать так, что сейчас это без тебя работает, мне кажется, вот это ключевое, вот, что, что ты смог создать, что, что без тебя сейчас работает? Первое, это нормальная коммуникация, второе, я, как лидер, показал, что я тоже могу ошибаться, и давал возможности брать на себя ответственность другим, условно, сотрудникам, которые тоже себя позиционировали как лидеры, и помогал им, и поддерживал их, то есть, я не давил их с точки зрения того, что я, 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 номер один, номер один, я их точно так же показывал и хвалил при всех, говорил о том, что они молодцы, что благодаря им у нас идет все развитие, то есть, я не стеснялся так поддерживать и суппортить любой вариант, это будучи ординатор, врач, медсестра, никаких вопросов, второе, это, ну, я же говорю, это нормальный микроклимат, то есть, микроклимат развития, я никогда не ограничивал людей в принятии решений или в развитии, я просто их подстраивал, помогал, чтобы не заносило на поворотах, все показывал, что хорошо, что плохо и говорил о том, что, я всегда говорил о том, что рано или поздно меня не будет, я уйду, я умру, я перееду, со мной может случиться все, что угодно, вы должны готовиться к тому, что вы должны стать лидерами и вы должны тянуть за собой отделение или команду, вы рано или поздно вырастите и после этого вы переедете в там, вы можете там стать заведующим отделением и вы не должны этого бояться, вы должны это развивать. Плюс, я много давал разных курсов онлайн для своих ребят, то есть, я запустил там онлайн-курс по лидерству, ну, условно, взял все гарвардские свои лекции, их переработал, книжки, которые я там читаю по лидерству, там, first 19 days, там, все знания, которые у меня есть, я им давал, проводил с ними лекции, много разговаривал, много занимался рефлексией, то есть, если, например, у нас случалось какое-то осложнение у кого-то из молодежи, я их собирал всех вместе и говорил, давайте разберем ситуацию, чтобы такого больше не повторялось. И они все видели вот этот role model, который можно брать и использовать, и таким образом все выстраивалось. Я не стеснялся давать им брать на себя ответственность, вот, вот, что самое главное, и не тянув все одеяло на себя. Слушай, я, если вот на свой опыт перекладывать, я думаю, что одна из тем, которая кажется, опять же, там, посмотрим, время покажет, но Сбермаркет сейчас остается вот этой самобытной культурой, это то, что мы в какой-то момент сделали ценности, то есть, мы реально прям сели с топ-командой, 10 ребят, и я спросил у ребят, типа, а что для вас важно? Ну, условно, какие вот у вас ценности, и просто напишите, напишите на листы, ну, вот эти вот, stick notes, которые называются, просто напишите своими словами, и давайте потом наклеим, и мы реально наклеили, и было интересно, что там 2-3, они выявились в группе, там была ценность-ответственность, причем она, ответственность, это уже как бы обобщающая, а люди писали там, сказал, держи слово, или там, не получается, собственно, проактивно об этом скажи, чтобы, ну, у руководителя, или там, у твоих пиров была возможность тебе помочь и так далее, поэтому вот это вот прям, мне кажется, наверное, одна из самых важных вещей вообще, в принципе, которую я сделал как лидер, потому что ровно она сделала так, что когда ты уже не знаешь людей, которых ты нанимаешь, ну, потому что уже масштаб такой, что ты просто физически не можешь это делать, то у тебя эта штука, она начинает как бы работать, и ты к ценностям возвращаешься тогда, когда ты принимаешь именно сложные решения, и по факту, знаешь, что интересно, ты сейчас упоминал, что кто-то из ребят сказал, а что бы Ростислав Владимирович бы сделал, по факту это и есть вот эта тема, а что те ценности, которые Ростислав Владимирович, ну, собственно, заложил, что делают, слушай, но при этом ты упоминал, что в одном из интервью, что ты очень много инвестировал, мне кажется, в найм, можешь рассказать, вот какие критерии в найме ты использовал, потому что, мне кажется, она, ну, там, мне кажется, не менее важная, чем сам микроклимат. хорошо ты, Асан, прям подготовился, прям бьешь во все вкусно-вкусные точки. Инвестиции в найм, это очень такая важная история, при том, что я строил стратегию воспитания сотрудника, воспитания команды с самого, условно, низа для себя, что имеется в виду, то есть у меня приходили, я начинал хантинг талантливых ребят себе в команду со студенческой скамьи, и моя главная инвестиция была это время и, условно, моя команда. У студента появлялся наставник в виде ординатора первого года. У ординатора первого года есть наставник-ординатор второго года или врач молодой. У молодого врача есть наставник или старший врач или заведующий отделение. Но у всех у них есть Ростислав, который имеет сквозную аналитику и общается как со студентом, у которого есть нижний уровень, так и с руководителями высокого уровня. Да, с кем-то я тратил больше времени, тратил меньше времени. Но, тем не менее, я в это очень много действительно инвестировал, и я инвестировал много в их образование. Что имеется в виду? Я за счет фармацевтических компаний, фирм и других спонсоров отправлял на учебу своих ребят, свою команду. За границу, на местные конференции, на какие-то курсы обучения. То есть, я не пользовался условно благами для себя, как привыкло русское общество. То есть, чем выше SEO, тем надо его срочно закидать подарками, засыпать всякими, ну, сам понимаешь, чем благами. Я эти блага все отправлял в свою команду. И тем самым они развивались, росли и получали тот уровень и знаний, и компетенций, которые в последующем повышал и узнаваемость моего бренда как лидера и бренда клиники. Это тоже немаловажный фактор. И продолжения сейчас они поступают точно так же. Уже только там недавно молодые доктора уже более постарше инвестируют также время, деньги и возможности в свою молодежь, которая в будущем вырастет. Да, кто-то не останется с тобой и пойдет дальше. но каждый из них расскажет о том, как было хорошо в команде у Павлова и как хорошо было в клинике, где вот это все было отделение, помогающее развивать, заниматься и становиться лучше. Много сейчас ребят, кто сейчас в твоей команде работает? Это те ребят, с кем ты до этого работал? Ну, у меня сейчас пока я не буду забегать вперед, они у меня все сейчас работают в предыдущем месте работы, кто-то в других местах работы, потому что сейчас я пока выступаю как такой управленец, который выстраивает весь фундамент для того, чтобы можно... у тебя больше констракшен условно, закупки вот такого формата, то есть меньше именно медицины? Да, меньше медицины, да, да. Понятно, а когда к медицине, это ближе за 3-4 месяца до открытия получается? ближе уже к запуску, и там я уже буду принимать решение о том, вместе с акционерами, инвесторами, о тех командах, которые мы будем привлекать, потому что важно придерживаться принципа, что не только нужно брать те миски, у кого ты работал, условно, что сейчас они достаточно хорошо, они выросли все, они хорошо работают, возможно, им стоит остаться там, где они и так работают, и можно посмотреть по сторонам, поискать новые интересные команды, которым ты дашь возможность развиваться, поддерживаешь их, и они будут показывать не менее хорошие результаты, чем там твоя команда, и ты понимаешь, что ты уже один уазис, там воспитал, вот второй уазис, и получается у нас уин-бин со всех сторон. Что отвечает крутого врача от хорошего? Ну, для меня данный вопрос я задавал, мне задал Вадим Гучин, это шеф клиники Мерси Балтимори, это один из наших учителей, которые нас воспитывали в высшей школе онкологии, и на первом занятии, когда мы пришли только к нему в Zoom, он спросил, кем вы хотите быть? Мы такие, мы хотим быть хорошими врачами. Он так смутился, говорит, а бывают плохие врачи? И тут ты начинаешь задумываться, что как-то система тебя неправильно воспитывала. для меня понятия для меня крутой, хороший, врач от Бога это все мнимые истории, с которыми я стараюсь бороться. Есть профессионализм, который чуть-чуть поддерживается талантом, удастся. всегда каждого доктора можно потрогать уровень компетенций, как он общается, какие у него навыки, какие у него результаты лечения. Поэтому крутой доктор, у которого есть хороший поток пациентов, хорошие хирургические результаты и ученики, которым он передает то ремесло, которому он научился. Ты мог бы простому слушателю условно, мне 36 лет, постучу по столу, в ближнем у меня родстве, на данный момент жизни никто сильно при моей жизни онкологии не болел. Ты мог бы рассказать про онкологию, потому что, насколько я помню, это чуть ли не второй или третий по частоте смертность после ДТП. Это просто какой-то невероятный огромный причина. И мог бы ты немножко рассказать про какие-то наиболее частые, потому что я помню, опять же, в нашем с тобой любимом Гарварде и Бостоне там есть Museum of Science, и ты приходишь, и там есть силиконовая грудь. Извиняюсь, что я про эту чудную историю вспоминаю, ты идешь трогать силиконовую грудь, а в ней бляшки, и они как раз тебе говорят, слушай, а вот в этих бляшках, вот эта бляшка, она нормальная, обычная, она может быть у женщин, а вот эта бляшка условно стоит проверить, потому что это может быть условно начало рака груди. Вот ты мог бы рассказать для убывателя такого, как я, что мне знать про онкологию, просто чтобы знать. Первое, что тебе нужно знать, ее не нужно бояться, потому что онкологический диагноз на сегодняшний день это не является приговором, и большинство видов рака поддаются хорошему лечению. У тебя очень хорошая генетика, как ты мне рассказал, что не было никого в родстве онкологических заболеваний, ты сейчас живешь в прекрасном солнечном месте, где много уровня витамина D, поэтому в целом тебе нужно из профилактических историй это мазаться SPF 50, чтобы ни одна из родинок твоих, не дай бог, не переродилась в злокачественную меланому. Ну а так в целом все отлично. По тому, как профилактировать, это отдельное целый, такой, знаешь, лекционный день, который я могу рассказать, но скажу такие основные банальные базовые вещи. Первая базовая вещь это нужно помнить, что ваш организм требует ТО. вот у тебя есть машина? Да. Ты масло и фильтра меняешь в ней? Ну конечно, она тебе сама говорит, когда поменять. А когда твой организм, твой механизм скажет, что тебе надо поменять что-то, уже будет поздно. Поэтому нужно помнить о том, что 40 лет это является тот возраст, когда нужно начинать заниматься профилактическими своими осмотрами. И первое, с чего всегда я рекомендую это начинать, и рекомендует ВОЗ, это, конечно, гастро и колоноскопия под наркозом. Рекомендуется, конечно, отдельно колоноскопия, как при профилактике рака толстой кишки, потому что у нас есть в толстой кишке появляются полипчики, если их эндоскописты все срезают, то рака не будет. Но гастро... Извини, пожалуйста, это третий по частоте, правильно? То есть первая грудь, причем она с отрывом идет, у мужчин нету, но все равно у женщин настолько ладрее, Малочная железа, рак легкого у мужчин, это рак толстой кишки, рак желудка и меланома кожи, это основные те... И вот колоноскопия, это... Толстая кишка. Это что профилактика? Толстая кишка. Толстая кишка. Да. И в Японии, насколько я помню, это обязательно, и у них типа в 10 раз меньше смертность из-за этого, потому что они раз в год проходят. Да, они все раз вот-вот проходят, и рак желудка, они тоже постоянно глотают эндоскоп и таким образом профилактируют рак желудка, удаляя все разные маленькие полипы, потому что они очень много едят острого, а острое это является одним из факторов, который тоже неблагоприятно... С какого возраста и как часто делать? 40 лет раз в 3 года. 40 лет раз в 3 года? Окей. Вот это очень правильно. Плюс, конечно, важный фактор это курение. Курение вызывает один из самых таких неприятных раков это рак легкого. Даже сейчас, я думаю, появится в ближайшее время по Айкосам и всем этим парилкам тоже исследование, что как ни крути, это тоже неблагоприятный фактор, который может развить. Рак молочной железы это женщины в 45 начинаем делать маммографию в двух проекциях. Смотрим важная история, которую нужно контролировать мамам. И, конечно же, это скрининг рака шейки матки, которые эти мазочки делают при осмотрах. Это важная история. Как профилактировать? Профилактировать рак. Это одна из таких интересных тем. И начнем с детей. Например, на сегодняшний день в ряде стран рак шейки матки полностью победили. Таким образом, рак шейки матки вызывается вирусом папиллома человека. Всех детей до момента первого полового акта прививают вирусом папиллома человека. И таким образом профилактируют рак шейки матки у девчонок, там рак гортоноглотки, рак полого члена у мужчин, у ребят. И это очень классная здоровая история. Например, мои дети все идут по прививочному календарю. В России это опционально, да? В России это опционально. Да, в России опционально, например, в Израиле, в Австралии это обязательно, в Америке обязательно. Это тот же фактор, который нужно профилактировать. Второй момент, это обязательно посмотреть свою генетику. Бывает так, что у пациентов, у которых у родных, близких, первого, второго, третьего поколения были экологические заболевания, на них нужно особенно обращать внимание. Например, пример с Анжелиной Джоли, что она удалила себе молочные железы, потому что у нее была мутация в гене БРК. Это ген, который отвечает за рак молочной железы и рак яичников. Потому что у мамы, у бабушки там были эти раки. То есть у девочек это тоже история, если там есть в поколениях, нужно посмотреть и понять, нужно ли сдавать генетический тест. На сегодняшний день очень много технологий сдачи генетического теста, посмотреть, какие есть предрасположенности, посмотреть, какие предрасположенности по всем видам вариантов заболеваний, поэтому если хотите сделать классный подарок своим близким, подарите им генетический тест, он очень недорогой сейчас. Можно за 10-15 тысяч рублей сделать и посмотреть уже какие-то предпосылки, что у вас. Сейчас интерпретации настолько просто написано, что не нужно с доктором потом встречаться, то есть ты можешь просто посмотреть результат или ты посоветуешь все-таки с терапевтом проговорить или с кем-то из специалистов. Они все дают тебе результаты и, безусловно, всегда рекомендуют поговорить с доктором. Но с доктором ты уже принимаешь решение опционально. Если ты видишь, что есть какая-то поломка у тебя, то, конечно, ты идешь генетику или к специалисту, который тебе сразу дают и с ним обсуждаешь и консультируешься. Если у тебя поломок нет, то ты понимаешь, что у тебя общий пул, тебе нужно заниматься здоровым образом жизни, бегать, нагружать свое сердце, профилактировать сердечные проблемы, ходить на ЧК раз в 3 года, например, закладываешься на 2 дня, гастроколоноскопия, УЗИшечку сделали, анализы сдали, посмотрели, тебя покрутили. Условный медси ты бы посоветовал? Ну, вот, опять же, слушателю, который... Да, конечно, конечно, конечно. Вот. И в целом, то есть, эта история очень правильная и очень нужная. И, конечно, я очень рекомендую использовать вот сейчас такие опции, так как санатории. Очень крутая история. Сейчас прям на недельку уехать, позаниматься всякой парамедициной. Это тоже очень хорошо восстанавливает. Под Питером какой-то какой-то есть, да? Роскошный какой-то санаторий. Первая линия, да. Да, первая линия это Маша Грудина и моих друзей. Очень хороший, роскошный санаторий. Но у нас есть еще санаторий Белой ночи. Тоже всех приглашаю, зазываю. Он входит в нашу группу компании. Тоже там очень здорово. Сам лично был в этом санатории. Мне очень понравилось. Так что, здорово. Понятно. Слушай, спасибо. Тогда саммари для меня какой? Саммари следующий. То есть, раз в три года общий чекап получается прививка вот та, которую ты сказал, которая, как иначе называется? Это прививка называется гордосил, да. От вируса попилом человека, да. Окей. Да, получается для женщин раз в три года после сорока пяти, ты говоришь, это молочные железы. получается для всех взрослых после тоже сорока раз в три года как эта штука называется? Вверху внизу, снизу встречаться, да. Гастроскопия, полоскопия. Ну, не на одновременно, я надеюсь. Но они по очереди. Почему я это рекомендую? Я рекомендую это делать под наркозом обязательно. Ну, да. И, конечно же, для всех слушателей этого подкаста открываю самую важную тайну медицины. Пристегнитесь. Наркоз никак не влияет на ваш организм. Можете делать его хоть каждый день. Статистически значимо гастроскопии и так далее. Сейчас уже, да. Это современные какие-то технологии? Современные препараты, современные препараты. А современные препараты? Никак, то есть, спокойно не влюблено. То есть, если у меня ребенок не может заснуть, я могу ей что-нибудь колоть, и она уснет. Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Следующий вопрос. Ладно. Хорошо. Слушай, четвертая стадия рака. Приходит пациент. Да. Одинаковый диагноз. Вот одинаковый диагноз. Есть ли все-таки отличия вот по твоему не знаю опыту или может быть тоже ресерч, который ты там читал в разных журналах и так далее. Вот темы, где человек там не знаю, условно может позитивно настроен или не позитивно. Может быть, кто-то гуляет на природе, а кто-то не гуляет. Вот если какая-то тенденция вот для людей там ну с таким очень высоким шансом терминального исхода, что отличает тех, кто с большей вероятностью выживает, чем те, кто меньше? Я, Япон, что ты имеешь в виду? Видишь, мой опыт по сравнению с мировым он настолько мизерный, что я могу только жонглировать фактами, которые есть в ресерче в мировой литературе. Что касается четвертой стадии одинаковые пациенты, один живет лучше, другой живет хуже. Абсолютно частая история, потому что есть такое выражение, что хирургический орел может летать настолько высоко, насколько позволяет ему биология опухоли. И биология опухоли у каждого человека она разная. То есть у кого-то они бывают суперагрессивные, у кого-то бывают менее агрессивные. Потому что это четвертая стадия, плюс-минус одинаковые показатели. Очень важная история, связанная с, ты говоришь, с эмоциональной такой историей. Вот это есть исследование, которое прям взбудоражило медицинское сообщество, что взяли две одинаковые группы с четвертой стадии рака толстой кишки и увидели, что одна группа жила лучше, другая хуже. При том, что почему, точнее так, не хуже, а дольше и комфортнее, чем... И связано это было с тем, что у группы, которая жила дольше и комфортнее, были врачи, которые с ними больше общались, больше занимались, у нее были психологи, и у нее было больше вот этого эмоционального вдохновения, поддержки и взаимопонимания, чем у группы, которая была без этого всего. Поэтому это очень важная история, которую нужно обязательно учитывать и обязательно использовать. Поэтому я всегда говорю, там, пациентам психологи, там, позитивные эмоции, позитивные мысли, потому что ментальное здоровье не менее важно, чем физическое. У меня был один случай, пациент с четвертой стадии суперагрессивного рака поджелудочной железы, у которого, там, процент выжит, годичная выживаемость, там, там, 30 процентов. Там, 3 из 10 процентов переживают год. Он у меня живет третий год. Живет почему? Он прилетает, там, на 46-й курс химиотерапии и говорит, вы знаете, Расселандич, я же успею в середине, он проходит химиотерапию и в промежутке вот этих 2-3 недель летает в новую страну. 46 курсов химиотерапии и 46 стран. Это прям была пушка. Он мне говорит, вы знаете, я в Боснию-Герцеговину собираюсь? Я говорю, чего? Он говорит, так я только вот из Нигерии прилетел, сейчас в Боснию-Герцеговине, потом, на следующем курсе я в Сербию хочу смотнуться и потом посмотрим, может быть, Перу, Аргентина, что-нибудь. Поэтому все зависит от того, как человек замотивирован и что он хочет. А медицина помогает ему достигать его результатов. Слушай, наверное, заключающие вопросы. Есть какая-то литература для ребят, кто именно хирургией занимается и для ребят управленцев? то есть, вот два Ростислава, один хирург, другой управленец, который ты бы посоветовал слушателям почитать, который лично на тебя, на твое развитие сильно повлияло. Для хирургов рекомендую насматривать два самых главных ресурса. Это YouTube и WebSearch. Потому что все хирурги выкладывают туда операции. Чем больше вы насмотритесь, чем больше вы увидите, тем лучше вьетнамские флешбеки во время операции у вас будут всплывать. Это для хирургов. Топ-3 хирурга в твоей теме, которых ты сам наблюдаешь, смотришь их операции? Которые топ-3 хирурга в моей теме, которых я сам наблюдаю. Заграничных или русских? Слушай, ну, неважно. Вот те, которые ты считаешь лучшими в мире. Ну, вот я считаю, давай так, у меня есть мировые крутыши, есть русские крутыши. Мировые крутыши, это действительно мой один из наставников, это Вадим Гущин. Второй это Пол Шугабейкер, который там придумал стереодуктивную хирургию при четвертой стадии. И это Абжат Проваис, который там рактус и кишки оперирует. Из русских это мой... И у них у всех есть YouTube, в которых они выкладывают, делятся знаниями? Да, они книжки, да. У по из хирургов, которые, например, в России, за которым я слежу, смотрю. Это мой учитель профессор Ищенко Роман Викторович, который там главный хирург МГУ. Это мой покойный учитель, это Андрей Павленко, Андрей Николаевич Павленко, который умер от рака желудка там три года назад. И это хирурги Москвы и Питера, это там профессор Карачун Алексей Михайлович, Черняковский, Илья Гончаров, Артем. То есть есть целый проект там For Surgeons Club, который выкладывает видео, они там собираются группой в Ютубе и разбирают по полочкам разные операции для хирургов СНГ. И комментируют каждой операции там и профессор Израилов, Роман Генч, тоже там великолепная хирургическая техника, которую он там я учился у него рак желудка оперировать там вапароскопически смотрел там его все фишки. Потому что мы в целом как такое одеяло из квадратиков мы набираемся всех фишек, смотрим, что для нас лучше и таким образом получаем хороший классный результат. Слушай, а с точки зрения управленца, да, это не обязательно в медицине, то есть, может быть, то, что ты начал привести. Я тебе скажу, что очень банально, я бы, максимально банально это Стивен Кови, прям, конечно же, это First Anti Days, Must Have, обязательно читайте, смотрите. По-моему, Майкл Ричард, это SEO компании Metronic, у него есть книга по управлению, по лидерству, сейчас хотел так быстро ее рассказать, вот она мне тоже очень так запала в душу, он рассказывает о том, как он выстраивал разные коммуникации в своей компании и как опыт не медицины помогает внедрять новые технологии в медицину, это тоже очень важная история. ну и книги, я рекомендую еще использовать книги по тайм-менеджменту, то есть, это тоже такая история очень важная, что если у управленца, у лидера не будет навыков тайм-менеджмента, то, к сожалению, ты никуда дальше, чем планирование одного дня не сможешь двинуться на годы, годы вперед, хотя сейчас диапазон планирования это две недели. Сто процентов. Слушай, последний вопрос, любое пожелание вот ребятам, кто нас будет слушать, что бы ты хотел пожелать? Первое, что я бы хотел пожелать нашим ребятам, которые слушают, не сотвори себе кумира. Используйте лидеров с точки зрения достижения какого-то результата, но никогда не используйте их как для поклонения как богам. Второе, это помните о том, что труд побеждает талант, если талант не трудится. Очень много трудяк... На горизонте 5 лет, я помню, ты говорил. У тебя очень крутая фраза. Вот, потому что у меня никаких там талантливых там поцелуев от бога не было, просто работа, работа, еще раз работа. Поэтому навыки это тот ваш фундамент, который вам даст скачок вверх. И помните о том, что всему можно научиться. Не умеете говорить, можно научиться на курсах ораторского мастерства. Боитесь чего-то, театральные курсы, боитесь брать на себя ответственность, курсы лидерства. Боитесь, стесняйтесь разговаривать на английском языке, курсы по английскому языку. Хотите оперировать людей, идите в Минный студ. Всему можно научиться. Главное желание и ваше стремление стать номер один. Стать оригиналом и не быть копией. Спасибо большое.